Привет, друзья! Андрей Жуков, Fotokino 2016, стенд компании Tamron. И здесь у меня в руках абсолютная новинка Tamron 150-600 второго поколения G2 Generation 2. Это объектив, в котором исправили мелкие ошибки предыдущей версии, на самом деле сделали его просто лучше. Что здесь изменилось? Во-первых, новый дизайн, который соответствует концепции Human Touch, то есть новая концепция дизайна компании Tamron, просто это очень хорошие шрифты, это очень удобные переключатели, это качественные материалы, которыми удобно пользоваться, которые приятно держать в руке. Но дальше начинается очень интересная штука. Пользователи первой версии 150-600 пользовались на самом деле вот этим переключателем Lock, который не давал объективу его хоботу выпадать вниз, когда вы идете куда-то, двигаетесь, а здесь в Tamron пошли дальше. Каждый раз, когда вы выдвигаете зум до нужного вам положения, вы можете потянуть кольцо вперед, появляется белая полоска и все, он не двигается ни назад, ни вперед. Это система фиксации, которая, ну, на самом деле нужна была этому объективу и теперь она здесь есть. Это очень удобная технология, называют ее, если я не ошибаюсь, Flexi-Lock. Дальше. У этого объектива абсолютно новая ручка для переноски, она совместима со штативами стандартными Arco Swiss и, соответственно, можно не использовать штативную голову для того, чтобы закрепить объектив на штатив. То есть, это сама площадочка, не только удобная ручка, но еще и крепление на стандартные штативные головки большинства производителей. Система Arco Swiss называется. Дальше. Здесь есть автофокус с помощью ультразвукового привода. Работает он быстро, но если есть какие-то промахи, объектив совместим с Top-in Console от компании Tamron. Это специальная док-станция, которая подключается дома к вашему компьютеру и позволяет вам перепрошить объектив, настроить его, сделать ему профессиональную сервисную юстировку. То, что вы бы никогда не сделали своими руками, вам бы пришлось идти в сервис, теперь с этим нет никаких проблем. И заключительная, важная штука в этом объективе – это новый стабилизатор. У него три режима. Это режим обычной стабилизации. Это режим стабилизации для съемки с проводкой и режим, когда стабилизатор не мешает вам визировать, ловить движущиеся активно объекты, например, птицу или самолет. В любом случае, удобно, когда стабилизатор можно настроить. Опять же, все эти режимы, они полностью настраиваются через этот Top-in Console. Подключив этот объектив к компьютеру, вы сможете этого добиться. Здесь использована передняя линза с специальным втористым покрытием, которая не боится отпечатков пальцев. Их можно запросто стереть, на ней, собственно, с нее скатывается вода, и этот объектив не запотевает. То есть, это очень важно для России, когда мы снимаем в холодную погоду, переходим в теплое помещение, все запотевает, минут 10 мы не можем работать. Но только не со 150-600, со втористым покрытием передней линзы. В России на этот объектив предоставляется 5 лет гарантии, но на этом и праздник не заканчивается. Я закончил, рассказывать про объектив, но посмотрите, между объективом и камерой у нас телеконвертер. В данном случае 1х4х, есть 2х телеконвертеры. На зеркалке с кроп-сенсором, с APS-C матрицей, с двукратным телеконвертером этот объектив позволяет получить фокусное расстояние, сколько? 1860 миллиметров. Это круто, ребят, поверьте, это круто и это чисто оптически. Окей, на этом знакомство с Tamron у нас временно заканчивается, потому что скоро этот объектив приезжает в Россию, скоро он будет у нас на тесте, мне его уже обещали. Мы пойдем с вами снимать спорт и мы посмотрим, как же Tamron поработала над домашним заданием, какое же второе поколение 150-600 у нее получилось. Пока визуально и внешне, тактильно он мне действительно понравился. Оставайтесь с нами, спасибо!